абаз как вы считаете вот все этой ситуации позиция кадырова он бросил им пригожных хотя они раньше говорили что они якобы все уладили и вообще как какова позиция кадырова в этой войне потому что ну пропал человек раньше много говорил о войне много рассказывал куда и как идти а сейчас вот нету и все ну смотрите как ситуация там складывается ну смотрите во первых ну там братьями они друг друг называли давно время уже прошло начиная с мая с первой декады мая у них уже конфликт публичный конфликт а он углубляется они пару недель назад там стрелки друг другу забивали значит в этом смысле но значит они они уже враги они уже смертельные враги я кстати не то чтобы горжусь просто скажу что они к этому шли я об этом говорил еще когда они братьями друг друга называли меня журналисты опросили прокомментировать возможен ли союз между ними еще в конце прошлого года я сказал что нет они на одной поляне пасутся они они объективно конкуренты поэтому пока они еще значит ну не перешли к активным действиям друг против друга но в какой-то момент перейдут потому что ну рано или поздно не вот в ниши мы самые крутые чуваки в россии в этой нише ну там двух лидеров быть не может там всегда всегда были кадыровцы и вдруг вагнер туда вторгся как пригожий туда вторгся конфликт между ними был неизбежно но он случился вот значит но кадыров активного все это не лезет потому что он понимает что но победить не победит но своих людей там положит всех ну большую часть а ему же люди нужны если у него не будет сегодня своих силовиков ну так кто с ним будет считаться они ему нужны живыми поэтому он и украине воюет так сказать издалека вот и здесь он тоже значит знаете как плечка появилась у него после этой истории не доехавший не поехал там в ростов и помчались и все потом показывают видео типа стоит под ростовом видео колонну показали и никто не знает потому что объективно говоря ему ему люди его люди нужны живыми повторюсь вот вернее у него очень сложная задача ему с одной стороны эти люди нужны живыми с другой стороны ему надо демонстрировать что он вояка да им нельзя превращаться в объект насмешек она сейчас над ними засмеются тикток воинами называют поэтому вот очень и очень непростая задача и как она будет решать посмотрим аббаса мы регулярно с вами вспоминаем что наверняка окружение путина не очень положительно относится к тому как идет идут дела так называемой с вон ну и вот после того как стало понятно что путь на москву ну фактически не ничем и неким защищать столицу это послабило оппозиция самого путина перед окружением они могли начать думать иначе и тот кто боялся переживал меньше начал теперь видеть сильного путина не могли все видели слабость путина он каши были так и до этого было разочарование насиливалось пера ну конечно все это ускорилось и видели что он растерян не знает что делать что он струсил ну и вообще что он допустил этот кризис повторюсь этого кризиса не должно было быть пригожен не враг системе он он ее элемент и если элемент системы остается против всей системы но это косяк системы извините за выражение а демиург системы путин хозяин путин стянул в свой кабинет все властные рычаги какие есть стране он должен управлять никто другой не может управлять страной за него он он сфер централизовал страны не просто централизовано сверх централизовал и а он вот стянув эти рычаги в свой кабинет вместо чтобы рулить с утра до вечера запер кабинет на ключе пошел в бассейн плавать он работает от час-два часа в день максимум понимаете и в же рычаги ржавеет никто ничем не управляет и все разваливается но то есть пока на не было сильных вызовов внешних но худо-бедно еще как-то функционировал тоже все ухудшалось экономика умирала протестные настроения усиливались политическая система становилась все менее эффективной вот то есть все тоже принципе умирала а тут еще такие новые вызовы появились которые путин кстати сам придумал сам напал на украину то есть в ссу западные санкции вот то есть в этой ситуации уже нельзя по старому халтурить а он продолжает халтурить по старому вот и в итоге система разваривается и все это видят поэтому я сразу стал говорить что конечно шансы на то что в стране теперь реализуется проект преемник резко увеличились то есть если раньше я об этом рассуждал как какой-то ну такой возможным как о возможном варианте теперь я считаю что этот вариант гораздо более чем просто возможен он он самый реалистичный мне кажется что вот в нынешней ситуации элиты убедят путина что ему не надо идти на выборы самому что надо выдвигать все преемника там уже дюмина смотрите как раскручивает его раскручивать криенковцы то есть кремлевцы по сути а понимаете возможно дюмин уже преемник и его уже вот путин уже даже может и одобрил вот может еще пока не одобрил ну значит его окружение уже не согласуется с путиным уже делает вот все это вот так что кодировки путина упали очень сильно в результате этой истории а